Пасмурный весенний день. Молодые люди спешат по своим делам и вряд ли подозревают, что в этом доме на улице Гаевского сегодня праздник. По доброй традиции, сложившейся в Ленинском районе, к ветерану в гости направляется представительная делегация. Здравствуйте, соцзащита, администрация, совет ветеранов. В маленькой комнатке, где семья Косаревых живет с 1963 года, сложно разместиться всем гостям. Но это не помеха. Имениннику, Ивану Николаевичу, празднующему 95-й день рождения, зачитывают одно из официальных поздравлений. Уважаемый Иван Николаевич, примите искреннее поздравление с юбилеем. Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и создателей. Подарки и благодарственное письмо вручили и от имени главы муниципалитета Олега Хромова и Совета ветеранов. Цветы по праву получает жена Ивана Николаевича, Александра Степановна. В этом году в семье еще один юбилей – 70 лет совместной жизни. В 1947 году мы и расписались. В 1949-м поехали в Москву. В Москве остановились. В Москве тут на страйках работали. В праздничный день ветеран надел военные награды, а их у него немало. Иван Николаевич – кавалер Ордена Отечественной войны. Имеет множество медалей, среди которых за оборону Москвы, за отвагу и за доблестный труд во время Великой Отечественной войны. В 1941-м он добровольцем ушел на фронт, но вскоре был тяжело ранен. «Ранен был в Калининском фронте. А потом нас отправили в город Гурьев, в госпиталь. И там я пять месяцев пробыл». После демобилизации Иван Николаевич работал на строительстве московского коксогазового завода. А после того, как предприятие было возведено, перешел в Трест «Мосстрой-20». Здесь он строил жилые дома, социальные и культурные объекты города Видное. Рядом трудилась и Александра Степановна. «Работала маляром, бригадир-маляра. Было по 19 человек у меня. Я их учила и работала с ними вместе. А Иван дед работал тоже на стройке в 93-м управлении. Сначала штукатуру обучал, а потом работал бригадиром. Тоже была у него бригада». Супруги уже отвыкли от широких застольей, а потому праздник весьма скромный. С утра уже позвонили друзья, которых, кстати говоря, остается с годами все меньше и меньше. Родственников раскидало по территории бывшего союза. Помогает старикам по хозяйству только племянница Людмила, живущая по соседству. «Поздравим мы тебя с юбилеем, счастья тебе, здоровья, благополучия, всех земных благ». За труд в мирное время Иван Николаевич также имеет множество наград и даже был примирован автомобилем «Жигули». Но в свои 95 самой главной своей наградой он считает мирную жизнь и процветание города Видное, ставшего ему родным, близких и друзей, живущих рядом. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.